Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 июня. Житие преподобного Отца нашего Паисия Великого. Суетная прелесть мира сего тленная и приходящая привлекает к себе людей, жаждущих ее, и заставляет их ради ничтожной радости земной погрешать в своих намерениях и чувствах, и прирепляться умом к дольним страстям, и при том настолько, что эти миролюбцы иногда начинают не только презирать обещанную им небесную жизнь, но и, увы, отвращаются от самого Творца и истинной жизни, и более стремятся к временным и земным благам, нежели к будущим, добровольно подготавляя тем для себя лютую и бесконечную смерть. Подобно этому и вечное на небесах сокровище, в людях уповающих достигнуть его, возбуждает безмерное к себе стремление и насыщает сердца их какой-то божественную и несказанную сладостью. Обетованное нам небесное царство заставляет таковых людей воспоминать о вечном блаженстве, о воздаянии за труды и светлом торжестве подвижников. Мысль об этом настолько побуждает их стремиться к достижению этого царства, что они не только начинают презирать все временное и суетное, но даже не щадят и жизни своей, желая ради Христа по слову евангельскому положить за него душу свою и смерть за него предпочитает всем земным радостям и удовольствием. В тех случаях, когда за прекращением гонений подвижники благочестия не обретали себе мученической смерти, они жаждали претерпеть ее иным образом. Они принимают на себя продолжительный, но для них необходимый подвиг к умерщвлению своей плоти и при этом, конечно, переносят постоянные болезни, ежедневно постясь и умерщвляя себя многоразличными подвигами. Они борются с невидимыми бесами и еще будучи во плоти, непрестанно понуждают себя противиться этим бесплотным врагам. «Среди таких славных и богоугодных людей был некий муж, о котором я и хочу теперь рассказать, поведав об его рождении, юношестве и чудном житии. Имя тому мужу было Паисий». То есть, так говорит написатель этого жития Иоанн Колов. Иоанн, прозванный Колом, то есть малорослый, подвязался в Египте, представился около 430 года, в пустынной келье близ города Кольцума. Память его 9 ноября. «И всякий пусть поверит мне, слыша о нем нечто преславное и вышеестественное. И пусть никто не думает, что я чести ради что-либо прибавляю в повествовании об этом святом отце. Он намного выше всякой человеческой славы и, будучи восхваляем в высших селениях святыми ангелами, не требует хвалы от нас, дольних и грешных. Но я расскажу об нем ради пользы слушающих и желающих возревновать по его добродетелям. И расскажу то, что видел и слышал своими глазами и ушами. Итак, начну рассказ о достохвальной поучительной жизни преподобного с самого младенчества его. Этот славный и блаженный муж родился и жил в Египте, где некогда родился и великий во пророках боговидец Моисей, который, как об этом повествует нам Священное Писание, весьма превознесся своей близостью к Богу и своими великими чудесами. Но не менее прославился Египет и вторичной жизнью преподобного Паисия, который в нем родился и обогатил его честным своим именем и многоразличными добродетелями. Родители блаженного Паисия были люди истинно верующими и боящимися Господа. Они непорочно проводили свою жизнь в исполнении заповедей Божиих и старались всевозможными благими делами угождать одному только Господу. Они имели семь человек детей и всех их воспитывали в добром послушании, стараясь, чтобы они во всем подражали им, родителям своим. Родители преподобного имели во всем достаток и раздавали милостыни всем нуждавшимся. Их руки всегда были простерты к воздаянию, и то, что они отдавали нищим, это воздавалось им с избытком от божественных даров. Но так как никто из людей не может быть непричастным к смерти, то и родитель преподобного приставился от жития сего, оставив в честной жене свои попечения о детях. Из них самым меньшим по летам был отрок Паисий, и из-за него особенно много Бога не думает об них. Итак, отныне оставь свою печаль и посвяти Богу Вышнему, одного из сыновей твоих. Через него прославится Пресвятое и преснославимое имя Господне. Мать преподобного на это ответила ангелу, все сыновья мои принадлежат Господу, если который из них угоден ему, пусть он возьмет его к себе. Тогда ангел взял Паисия за руку и сказал, «Этот угоден Богу». «Возьми лучше кого-либо из старших», — проговорила тогда старица. Но ангел на это ответил ей, «О, добрая женщина, разве ты не знаешь, что сила Божия обыкновенно проявляется на немощных? Итак, сей юнейший избран Богом, и он угодит ему». Сказав это, ангел скрылся. Мать преподобного, пробудившись от сна, удивилась такому божественному видению и так возблагодарила Господа. «Да будет, Владыка, милость Твоя на нас и на рабе Твоем, Паисии». Потом, после довольно продолжительной молитвы, она повела своего сына в церковь для поставления его в клирики. Блаженный же отрок Паисии, сподобившись поступлению в клир, стал уподобляться мужам добродетельным и, возрастая летами и разумом, вместе с тем возрастал и благодатью Божию. День от дня сердце его воспламенялось все больше и больше любовью к Богу. И сам он горел нетерпением, как бы поскорее достигнуть иноческого пострижения. И вот, когда наступило это время, и он мог удостоиться посвящения и в иноческом чине начать уже более совершенную жизнь, он, как агнес, непорочный в разумленной благодатью Божией, отправился в Скидскую пустыню. И там, для наставления духовного, пожелал поселиться у пастыря словесных овец, блаженного Памвы, память его 16 января. Сей отец с любовью и радостью принял его и облег его во святой иноческий образ. Блаженный Памва одарен был даром предведения. По откровению свыше он знал все, что должно было случиться с Паисием. И потому смотрел на него, как на избранный сосуд Божией благодати, которая наставляла его на всякое благое дело. Прежде всего, блаженный Паисий ревностно проходил послушание, беспрекословно повинуясь Отцу своему и во всем исполняя его волю. И при этом все время вел самый суровый образ жизни и как по степеням восходил в сердце своем все к большему совершенству в добродетелях. Преподобный же отец наш Пама, видя, что он предал себя всецело посту и желая поощрить его на еще больший подвиг, однажды сказал ему, Чадо Паисии. Новоначальному иноку нужно с осторожностью хранить все чувства от преткновения и соблазнов, а особенно нужно соблюдать глаза от всякого любопытного взгляда. Не нужно смотреть никому в лицо, но постоянно устремлять свои очи долу, а умом взирать на высоту и внутренними очами созерцать неизреченную благость Божию, славя и воспевая всесильного Господа. И вот блаженный Паисий, наставляемый подобными поучительными беседами, возгоревшись еще большей любовью к Богу, решил все сказанное ему исполнить в точности. И действительно, в продолжении целых трех лет он с оччанием соблюдал заповедь не смотреть на чужие лица и с прилежанием предал сочтению божественных книг, непрестанно внимая Слову Божию и наставлениями его, всегда, как водами, напояя душу свою. И был он, по слову Давида, как некий сад, насажденный при источнике вод, возрастая, процветая и принося во время свое сладкий плод, ибо вожделенно ему было сие псаломское вещание к Богу, коль сладкой гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим. По апостольскому вещанию, непрестанно молясь, постом же и бдением удручая тело свое, он порабощал его духу и в глубине сердца своего, как некое сокровище, хранил все свои добродетели. Преподобный же старец Памба, видя его преуспевающим, радовался такой добродетельной жизни его в Боге. Отечески наблюдая за ним, он руководительно вел его на дальнейшие подвиги и, благочестно наставляя на всякое благоугодное дело и познание, скоро соделал его искуснейшим из иноков. Когда настало время отшествия святого Памбы к небесному наследию, каковому он так жадно жаждал перейти, всей преподобный отец, благословив блаженного Паисия, изрекши про него немало пророческих слов, перешел к вечной блаженной жизни, дабы воспринять там давно ожидаемое им неизреченное благо. «Я же смиренный Иоанн», — говорит списатель всего жития, — остался священным Паисием. Во всем подобное друг другу мы проводили и жизнь вместе, живя вдали от всех и исполняя один и тот же устав, и в молитвах, и в жизни, как мы его приняли от нашего Отца. Мы поддерживали друг друга, заботясь только о спасении душ наших. Но спустя немного времени блаженный Паиси возжелал более высокого подвига и жития, и потому нам надлежало разойтись. Воспламеняясь духом все к более суровому постничеству, он не прикасался к пище в продолжении целой недели, а в субботу и в день воскресный вкушал только хлеб с солью и воду. В прочие же дни вместо хлеба чувственного питался хлебом духовным. Он часто читал пророческую книгу Бога Вещанного Иеремии, и много раз сей святой пророк, являясь ему, пояснял непонятные для него в пророчестве тайны, и сокровенными мыслями возбуждал его ум к достижению обещанных благ. Но, простираясь все вперед, в тех более суровому образу жизни, Паиси оставил первоначальный подвиг своего пощения и избрал новый. Теперь он стал поститься в продолжении целых двух недель, и только по прошествии их вкушал, как было сказано, немного хлеба с солью и воды, сколько это было нужно. И об этом его пощении и равноангельном житии никто не знал, только один Бог, ведущий все тайны человеческие, для которого и все еще неявленное открыто. К тому же он возжелал принять на себя и подвиг молчания, дабы наедине приносить моление единому владыке Христу, приблизиться к нему еще более и просвещаться его светом. Узнав об этом его желании, продолжает Иоанн Колов, я с тяжелой грустью понял, что нам долго разлучиться должно друг от друга. Но я, желая знать, от Бога ли это его намерение, или от обычного человеческого своеволия, сказал ему, брат Паисий, вот я вижу, что ты хочешь принять на себя подвиг безмолвного жития. Поверь мне искренне, что и я имею ту же мысль. Но я сомневаюсь, будучи неуверен, от Бога ли этот помысл или нет. Итак, помолимся к щедрому Богу. Пусть сам Господь наш по воле своей устроит нашу жизнь, и пусть откроет он нам, вместе ли нам пребывать или разлучиться друг от друга. Паисий на это ответил мне, ты хорошо говоришь, возлюбленный, сотворим же то, что ты сказал. И так, встав на молитву, мы всю ночь с усердием молились Господу. И благосердный Господь, не желая презреть нашего моления, послал к нам с известием ангела своего святого, который предстал поутру, сказал, «Господь разделяет вас в жизни вашей. И так ты, Иоанн, пребывая здесь, будь наставником ко спасению других людей. Ты же раб Христов Паисий, перейди отсюда на западную сторону пустыни. Ибо Господь сказал, что соберется к тебе великий сон иноществующих, и по его повелению создан будет там монастырь и прославится через тебя имя его». Сказав это, ангел отошел. «Мы же, — говорит Иоанн, — с благодарением поклонились Господу и по повелению его разошлись. Я остался на прежнем месте. Блаженный же Паисий отправился далее, в западную часть пустыни. Там он иссек в горе пещеру и поселился в ней. И здесь все совершенные чистотой и многоразличными подвигами так приблизился к Богу, что сам Христос являлся ему, поучал его и наставлял в добродетели. Как обо всем этом будет сказано на своем месте. Однажды, когда Паисий сидел в пещере и воспевал божественные песни, явился ему спаситель и сказал, «Мир тебе, моему возлюбленному угоднику!» Он же, объятый страхом и трепетом, встал и сказал, «Христе, человеколюбче, спаси! Я раб твой! И за что ты, владыка, оказываешь мне столь великую милость, что теперь сам изволил снизойти к моему недостоинству?» На это Господь ответил, «Видишь ли пустыню эту? Как она велика и широка! Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя мое!» Тогда избранный угодник Божий Паисий Пав на землю сказал, «Владыка, Господи, Твоей крепкой руке все повинуется, и что Ты пожелаешь, то и совершается. Молю же Твою благость. Дай мне уразуметь, откуда явится все потребное и нужное для тех, кто всей пустыни будет подвязаться». Господь на это ответил, «Поверь мне, говорящему Тебе истину, что если я увижу в них любовь, матерь всем добродетелям, и если они будут исполнять все заповеди мои, то пусть они ни об чем не пекутся, я сам буду заботиться о них». Тогда Паисий снова попросил Господа, «Еще раз попрошу Твою благость, как они беспредкновенно перейдут вражьи сети и избегнут лютых бесовских искушений». На это Господь ответил, «Если они заповеди мои, как я тебе сказал, будут соблюдать скротостью, вправдой и смиренным сердцем, то я не только соделаю их выше всяких вражьих браний и лукавых коварств, но и дам в наследие Царство Небесное». Сказав это, Спаситель со славою вошел на небеса. Святой же Паисий, еще более проникшись в сердце своим страхом Божиим, непрестанно стал размышлять о снисхождении к нему с неба Спасителя. Но отец зависти, человека-ненавистник, враг-дьявол, видя, что Паисий искусно минует все коварные сети его, неуязвим перед его кознями и пребывает выше всех его наветов, еще более воспылал на него злобою. Но, будучи не в состоянии приблизиться к нему, ввиду той божественной силы, какова я была дана ему от Бога, начало изобретать другие коварства, дабы уловить, наконец, все эти свои раба Христова. Думая пленить его золотою удисой и любостяжание, дьявол покусился при помощи милостыни уловить угодника Божия в сеть серебролюбия, чтобы после того, как он отпадет от нестяжания, удобнее было лютым духам, духам злобы, сделать на него нападение. И вот льстивый враг рода человеческого отправился к некоему египетскому князю, мужу богобоязненному и обладающему большим богатством. Он явился ему в образе ангела и сказал «Возлюбленный, восстав иди в пустыню, ты там найдешь мужа по имени Паисия, человека совершенно бедного, но весьма украшенного добродетелями и божественной благодати избранного сосуда. Встретив его, ты одари этого старца, не скупясь золотом, дабы он имел с чем пополнить недостаток и прочих пустынножителей». Князь тот, не уразумев бесовского прещения, но думая, что это действительно ангел, взял часть своего золота и серебра и много другого, что было необходимо для иноков, отправился к святому. Но божественная сила, обитавшая в Паисии, открыла ему эти козни дьявола, который хотел под видом княжеской милости пленить святого любостяжанием. И божественный муж Паисии, тотчас же восстав, пошел навстречу князю. Когда святой встретил его, князь спросил его о пустынножителе Паисии, кто он и где живет. Паисий же со своей стороны спросил князя, «Зачем ты ищешь Паисия? Какая тебе в нем надобность?» Князь ответил, «Я пришел поделиться с ним золотом, серебром и всем необходимым в жизни, чтобы он раздал все это инокам». Тогда святой, отвечая князю, сказал, «О, Христолюбец, познай, что золото и серебро не нужны для желающих жить в этой пустыне, и никто из поселившихся здесь не пожелает взять что-либо из твоего имения. И так, не скорбя, возвратись домой. Бог же примет твое доброе произволение, а если ты хочешь принесенное тобой раздать неимущим, то ведь по городам египетским много есть людей нуждающихся, убогих, нищих, сиротствующих и вдовствующих. Заботься об них, и ты великое примешь от Бога воздаяние». Князь, поверив словам святого, возвратился и поступил так, как он его научил. Своё имение он раздал нищим, убогим и нуждающимся. Когда же преподобный Паисий входил в свою пещеру, явился ему дьявол и сказал «О, Паисий, что мне теперь делать с тобой? Ведь ты расстраиваешь все мои хитрые замыслы. Пойду теперь с бранью лучше на других, к тебе же уже более не возвращусь, его я побежден тобою». После этого блаженный муж заклял нечистого духа силой Христовой и отогнал его от себя, и дьявол со стыдом удалился, не смея уже более так нагло приступать к святому. Вскоре преподобный отправился во внутреннюю часть пустыни, но, пребывая там телом, духом своему вместе с небесными силами предстоял владыке всех. Здесь, уподобляясь бесплотным, он предался еще более строгой жизни и зато сподобился стать еще на земле созерцателем небесных тайн. Ибо дух святой, пребывающий в нем, благоволил явить ему нескончаемое на небесах торжество праведных. Однажды, став на молитву, Паисий почувствовал, что он, как будто возлетев на крыльях, находится уже на небе. Прежде всего он увидел прекрасные райские селения, преисполненные неизреченного света и веселья. Увидел также и церковь первенствующих и вечно торжествующих. Исподобившись здесь причастить все невещественной пище божественных тайн, он воспринял дар крайнего воздержания и постничества. Прищащаясь в седмице однажды, именно в недельный день воскресения Господня, он до другого недельного дня оставался совершенно без пищи. Так силой благодати Божией обогатилось от зиждителя естество его. Мне же, говорит списатель этого жития, «Пусть всякий поверит из верующих в Божие Слово, ибо Слово Божие я имею верным свидетелем». Не то ли и оно говорит, что все уповинуются Божьему велению, и так как оно истина, то пусть и передаваемое мною всякий считает за истину. По причащению божественных тайн с тела и крови Христовых, преподобный Паисий иногда оставался без телесной пищи 70 дней. И в этом нет ничего удивительного, ибо божественная благодать имеет неизреченную силу и потому могла поддерживать в нем в Паисии жизнь лучше, нежели подкрепление тленной пищей. Ибо по плотскому естеству живущих, тело, дабы не изнемочь, требует для укрепления своего питания. А те, которые наподобие бесплотных преуспели в вышеестественной жизни, тем зиждительная сила в изобилии подает эту благодать, которую естество человеческое повинуется и живет уже не столько телесной пищей, сколько духовную. Всесильный Создатель Бог наш знает, как в продолжении трех сот лет и даже больше сохранить жизнь на земле семи спящим отрокам. И ведь сохраняет же он в небесных селениях жизнь Ильи до последнего дня. Но об этом довольно. Будем говорить о блаженном Паисии. Чудесное пробуждение семи отроков совершилось в царствовании Феодостия младшего 408-450 года, когда появились еретики, отвергавшие воскресенье мертвых. Во время этого-то смущения в церкви проявилось наглядное свидетельство истины будущего восстания усопших. Память семи отроков 4 августа. К всему преподобному отцу стекалось множество, не только иноков, но и мирян, желавших жить при нем. Поселившись вокруг него, как рой пчелины, все они сильно жаждали насытиться сладостью его духовного меда. Он же от пресносущного божественного источника, почерпая благодать сладчайшую, более всякого чувственного меда и сота, источал им сие духовное питье, исполненное неизглаголанной сладости. Так что ежедневно сильно увеличивалось число братьев, собиравшихся и умножавшихся около него. И все они, отвергшие житейские прелести мира сего, евангельски подъяли на рама ерем Христов. Из числа этих братьев одних преподобный отец отделял на подвиг молчания, дабы они наедине беседовали с Богом в теплой молитве. Иным же повелевал служить Господу вместе с другими и единодушно с братьями пребывать в послушаниях и нести на себе общий труд. А третьих оставлял для изучения рукоделия, чтобы они не только сами питались от труда в рук своих, но и питали бы голодных, нищих, и с любовью упокоивали бы прочих неимущих братьев и странников. Главным же заветом его было следующее. Да никто не делает что-либо по своей воле, но все по повелению и рассмотрению опытных отцов. Таков был завет преподобного для собиравшихся к нему братьей. И таково было учение его. Что же касается безмолвной жизни самого преподобного отца, то об этом передать подробно невозможно. Но и из многого да будет сказано, хотя нечто малое. По прошествии некоторой времени преподобный видит, что его безмолвная жизнь постоянно нарушается приходящими к нему братьями. Стал тяготиться этим, ибо сам он желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Поэтому он решил оставить ту пещеру, где прежде жил, а вместе с этим и попечение о братье своей. И вот тайна от всех, он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь, в одном месте он нашел пещеру, поселился в ней и три года пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове его и были так длинны, что привязывая их с некоторым искусством, колу, который был водружен наверху пещеры, он мог, не засыпая ни на минуту, совершать все свои всеночные моления. Таким образом, как ночью, так и днем, он не давал себе покоя, всецело предаваясь труду. И только в нем имел покой ради любви Божией, которую всегда был объят. Потому и Господь возлюбил его, и преподобный не раз удостаивался божественное явление и лицезрение Христова, как и сам Спаситель наш во Святом Евангелии сказал, «Любящий меня, возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Однажды, когда преподобный Паисий воспламенен, был особенно горячей любовью к Богу, и весь ум его богомысленной молитвой был углублен в Господе, как и прежде явился ему Спаситель Христос. Паисий же, будучи не в состоянии зреть пресветлой славы пресветого лица Спасителя, пал на землю, объятый страхом и трепетом. Но человеколюбивый Владыка простер ему руку свою и, «О неизреченной любви Твоей, Христе, царю к угодникам своим!» Поднял Паисий от земли, сказал ему, «Мир Тебе, угодник мой, не устрашайся, и да не трепещет сердце Твое, ибо о Твоих делах весьма услаждается благостыня моя, и мне очень благоугоден подвиг Твой. Веселись же и прими достойное за это воздаяние. Вот я даю Тебе такой дар, все, чего Ты не попросишь у Отца Моего, во имя Мое, дастся Тебе». Святой же Паисий, видя столь великую благость Господню, восприняв некое дерзновение, сказал, «Человеколюбший Христе Боже, если по неисповедимой благостыне Твоей Ты сподобляешь меня недостойного и окаянного такой Твоей благодати, то молю Тебя смиренно, сам настави и научи меня, о ком и о каких нуждах мне нужно просить, ибо я вижу все мои согрешения перед Тобою, и о недостатках моих всегда молю Твое милосердие. Прости и покрой благоутробием Своим множество грехов моих, и сподоби меня остальное время моей жизни провести безгрешно, дабы безбоязненно, взойдя на стезю спасения при Твоей помощи и руководстве, мне беспреткновенно достигнуть блаженной жизни, ибо кто может без Твоей помощи наставления совершить что-либо доброе и получить от Тебя милость? И какие наши добрые дела, какой труд и подвиг достойны столь превеликой милости Твоей, если бы даже и мы смерть за Тебя приняли, как и подобает нам полагать души свои за Тебя, Создателя и Искупителя нашего, премилосердно возлюбившего нас грешных. Ибо если Ты, Бог бессмертный, за нас смертных людей проливая Свою пресвятую кровь, претерпел крест, смерть и гроб, дабы воскресением Своим подать и нам воскресение, то какую смерть должно претерпеть нам ради Тебя, Спасителя нашего? В то время как святой Паисий с великим сердечным умилением говорил так Каспасу, Господь благословил его и, отступив от него, вошел на небеса со славою. Паисий же поклонился владыке своему, хваляя благодаря его за его милостивое к нему снисхождение. Последующее же наше слово, продолжает списатель всего жития, имеет целью показать великую ревность всего преподобного о святой вере. Ревность эта однажды проявила себя таким образом. В одном из селений египетских проживал некий старец. По своему житию это был человек весьма добродетельный. Но в святом писании он был совсем не сведущ. И вот по неведении он впал в такую ересь. Про святую троицу он говорил не как про троицу, но как про двоицу. То есть исповедовал отца и сына. Про духа же святого он умалчивал, говоря, что он не есть Бог. И веруя так, ложно сам, он и других научал этому своему зловерию. Многие из простого народа следовали его хульному мудрованию и учению, видя его добродетельное житие по Боге. Уготовляющий же для всех спасения Христос Бог, не желая, чтобы труды старца и его постнические подвиги были тщетны, возвестил обо нем блаженному Паисию и указал ему то селение и место, где жил этот святой старец. Паисий тотчас же с поспешностью стал собираться в путь. Он сделал собственноручно множество корзин и при этом приделал к каждой из них по три ушка и пошел с ними к тому старцу, выдавая себя за странника и продавца рукоделия своего. Многие же из находившихся при старце иноков, державшихся ложного его учения и неправой веры, увидев странника и его корзины и не зная, что это Паисий, стали спрашивать, кто он и откуда. Он же на это говорил, что он пришел из пустыни продавать рукоделие свое. Спрашивали его и о корзинах, почему они сделаны с тремя ушками. И святой Паисий всегда на это отвечал им. Так, так как я раб при святой Троице и пламенно проникнуть любовью к ней, то поэтому и корзины свои я устроил во образ святой Троицы с тремя ушками, дабы мне не только веровать сердцем и устами исповедовать, но и рукоделием моим, прообразующим троиственность божественных лиц, прославлять святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа. Ибо одно ушко осадило на во образ Бога Отца, другое во образ Бога Сына, третье во образ Бога Духа Святого. И подобно тому, как каждая корзина имеет три ушка, но сама по себе едино, так и во святой Троице три лица, но един Бог. В то время, как святой Паисий в кратких словах излагал эту тайну о святой Троице, мужи те вместе со своим постником-учителем устыдились и, приготовившись послушать его, сказали, «О, дивный, скажи нам об истинной вере еще, пояснее, и поучи нас еще своими беседами. Ты уже и сказанным весьма удивил нас». И божественный Паисий, исполнившись Духа Святого как опытный наставник, начал благорассудно и богомудренно изобличать еретическое заблуждение и его душепагубный вред. И ревностно стал поучать их святой православной и душеспасительной вере и наставлять на путь истины. И долго преподобный Паисий беседовал с ними от божественного писания и богодухновенных книг, учил их веровать во святую Троицу и благочестно исповедовать сию истину. И обратил старца того и всех, кто был с ним, к покаянию о прежнем их заблуждении. И так, просветив их, пошел обратно в свою пустыню, воспевая благодарственные Господу моления. Когда же он приближался к пустыне, внезапно перед глазами его воссиял великий свет. И, посмотрев вокруг, он увидел всю пустыню ту, наполненную ангельскими полчищами. Удивившись, он недоумевал, что бы это было, и просил у Господа открыть ему, что означало все виденное им. И тотчас же ангел святой, сопутствовавший ему, сказал, Все это тебе Бог показал, дабы ты узнал, что и при тебе, и без тебя ангелы по повелению его хранят иноков в пустыне сей обитающих, как обещал тебе сам Владыка. И Паисий, воздав за сие Богу промыслителю всех благодарение, пошел далее в свою келью. Последующее же повествование будет предложено о пророческом даровании святого Паисия, именно какой прозорливостью был исполнен этот угодник Божий. Слава о божественном и святом Паисии распространялась повсюду, и многие добродетельные люди призывали его, дабы познакомиться с ним и побеседовать. Так и блаженный Пимен, будучи еще в то время совсем юным, возгорел желанием видеть святого Паисия. Он отправился к преподобному Павлу и стал умолять его, чтобы он пошел с ним к великому Паисию. Павел обыкновенно часто посещал святого Паисия, но на эту просьбу он сказал Пимену, «Ты еще очень молод, и я стыжусь свести тебя к этому святому мужу, ибо он великий угодник Божий и любит безмолвие. И запросто мы не приходим к нему, но с рассудительностью и то не всегда, а только в удобное время ради пользы душевной». Пимен же на это ответил ему, «Но я, отче, придя к нему с тобой, встану вне кельи, а ты один войдешь к святому. Для меня будет великим утешением и то, если я услышу только его голос, беседующий с тобою. Но если я даже и не сподоблюсь слышать его голоса, то все же хоть коснусь кельи его. А когда ты будешь выходить от него, прикоснусь еще и к твоим честным ногам, вступавшим вовнутрь кельи, и возьму персть земли, по которой ступали святые ноги угодника, и это для меня будет великой радостью». Блаженный Павел, увидев, что Пимен говорит все это с великим смирением и благою верою, взял его с собой и пошел к великому Паисию. Дойдя до кельи святого, Павел один вошел туда, а Пимен остался вне ее. Приняв Павла с любовью, как отец, святой Паисий спросил и о юном Пимене, которого, хотя и не видал еще телесными очами, но духовными, еще и издалека узрел его и сказал Павлу, «Где твой спутник, юноша?» Павел отвечал, «Он отче остался вне кельи, ибо боится и стыдится войти к тебе». Тогда святой повелел Пимену войти и сказал, «Нехорошо возбранять посещение к нам тех, для которых Спаситель сотворил удобным восхождение и на небеса». Да и мужам он сказал в Святом Евангелии, «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Сказав это, святой Паисий взял юношу и, обратив лицом к себе, благословил его. А Павлу сказал, «Поверь мне, любезный Павел, что отрок сей спасет души многих людей, и многие благодаря ему сподобятся райского селения, ибо с ним рука Господня его охраняющая и к божественному пути наставляющая». Сказав это, святой Паисий возложил руки свои на главу Пимена, снова благословил его и после довольно продолжительной беседы о душевном спасении отпустил их с миром. Сам же, безмолвствуя, продолжал подвязаться в обычных своих постнических подвигах. Однако время поведать и о преславных чудесах преподобного Паисия. В странах сирийских проживал один великий постник, человек, украшенный весьма многими добродетелями. Однажды, когда сей инок стоял на молитве, он невольно спросил сам себя, кому из угодивших Богу он подобен. Лишь только он об этом подумал, как послышался свыше небесный голос. «Иди во страну египетскую, и ты там найдешь мужа по имени Паисия, который имеет такое же смиренно мудрее и любовь к Богу, как и ты». Услышав это, честный старец тотчас же с поспешностью стал собираться в путь. И не обращая внимания ни на дальнюю дорогу, ни на тяжкий труд, немедленно же пошел из Сирии в Египет. Дойдя до Нитрийской горы, он спросил о Паисии, где он находится. И так как имя Паисия повсюду уже было известно, то ему тотчас же указали место его жительства. Да и Паисию пришествие старца было небезызвестно, но по благодати Божией открыто. И вот восстав, он отправился навстречу к старцу. Встретившись в пустыне, они любезно друг друга обняли и облобызались святым о Господе Лапзанием. Потом, придя в келью Паисии и сотворив молитву, они сели и стали беседовать. Слово к святому Паисию Первым начал старец. Он говорил через переводчика языком сирским, ибо не умел говорить по-египетски. Паисий же, будучи египтянином, немало скорбел о том, что не знает сирского языка, так как он не хотел пропустить ни одного полезного слова старца. И вот, возвед очи свои на небо и устремив ум к Богу, он воздохнул из глубины сердца и сказал, «Сыне, Слове Божии, дай мне рабу Твоему уразуметь силу слов этого святого старца». И лишь только он сказал это, о, сколь близка всегда к нам помощь Божья, тотчас же стал понимать сирскую беседу старца, и просвещаемый Божественным Духом начал говорить с ним по-сирски же. И наслаждались они оба богодухновенными беседами бестолкователя, говоря друг другу о своих подвижнических трудах, кои им были завещаны от Бога, и каких кто из них сподобился Божьих дарований. Так они и пребывали вместе шесть дней, насыщаясь духовной сладостью, веселясь о Боге Спасе Своем. По окончании же души спасительных бесед их, когда старец уже хотел уходить к себе домой, святой Паисий призвал всех учеников своих бывших тогда с ним и сказал им, «О, чадо возлюбленное! Сей преподобный муж, будучи совершенным в добродетелях, преисполнен благодать и Духа Святого. Итак, придите все, дабы сподобиться его благословения, и примите молитвы его в защиту вам от всех наветов вражи их». После того, как Паисий сказал это, все ученики его стали воздавать старцу сириянину, подобающее ему поклонение, и принимать от него благословения. Потом, помолившись Господа о учениках Паисии, воздав ему любезное Христе целование, и также простившись и со всею братьей ее, этот старец, сопровождаемый Паисием и учениками его, отправился в свою страну. Спустя немного времени после отшествия старца к святому Паисию пришел некий, отдельно живущий от других, брат. Ученики святого сказали ему, «О, возлюбленный! Был здесь у нас из земли сирийской один человек Божий, великий среди отцов старец. Он просвещенный умом и сердцем, и весьма укрепил нас своими душеспасительными беседами. Он только что ушел к себе домой. Если хочешь видеть его, то можешь, ибо он не успел еще далеко уйти, и теперь находится где-нибудь близ нас. Итак, постарайся настигнуть его, дабы сподобиться от него благословения». И брат тот решил тотчас же идти во след старца. Но святой Паисий сказал ему, «Не ходи, преподобный старец прошел уже более восьмидесяти поприч пути, ибо его несут облака». После того, как святой сказал, это все удивились, и прославили Господа дивного во святых своих. К преподобному Паисию пришел однажды один брат, желавший его видеть, и застал его спящим. У главы же его он увидел стоящим ангела-хранителя на вид весьма прекрасного, и, удивившись, сказал, «Поистине, хранит Бог любящих его». Брат не дерзнул приступить к спящему отцу, так как боялся присутствия ангела, и, возблагодарив Бога, ушел, получив великую пользу от того, что сподобился у преподобного видеть ангела Божия. Один из учеников святого Паисия, повинуясь его приказанию, отправился в Египет, чтобы продать свое рукоделие. На пути он случайно встретил некого еврея, шедшего тоже в Египет, и пошел с ним вместе. Дорогой еврей, увидев простоту его, начал изливать скверным своим языком яд, который имел в своем сердце, одушекленного змея, и сказал, между прочим, иноку, «О, возлюбленный, почему вы так верите в простого распятого человека, когда он вовсе и не был ожидаемым мессией? Другой должен прийти, но не он». После того, как еврей наговорил ему много и других лукавых и душевредных слов, инок по своей умственной слабости и простоте сердечной был обольщен евреем. Он внимал словам его, как истине, и даже раз промолвил, «Может быть, и правда то, что ты говоришь». О, прельщение и неожиданная напасть! Ибо сей инок, увы, мне, тотчас же лишился благодати крещения, как о том будет сказано ниже. Когда он возвратился в пустыню и пришел к преподобному Паисию, старец для него стал как бы неприступным. Он не хотел не только глядеть на ученика своего, но всюду отвращался от него и не отвечал ему ни одного слова. И долго так отец уклонялся от ученика своего, а сей последний сильно скорбел об этом и болел сердцем, не зная за собой никакой вины или прегрешения перед святым Паисием. Наконец, улучив удобное время, инок пришел к преподобному и, припав к ногам его, сказал «Почему, отче, ты отвращаешь от меня честное лицо свое и презираешь меня, окаянного ученика своего? И чего ты прежде никогда не имел обыкновения делать, то ныне являешь по отношению ко мне, отвращаясь от меня, как бы от какого-то мерзкого человека?» Старец на это сказал ему «Кто ты, человек? Я тебя не знаю». Инок ответил «Отче, что ты видел во мне странного, что не узнаешь меня? Не я ли ученик твой?» И при этом назвал свое имя. Старец же сказал ему «Этот ученик мой был христианином и имел на себе благодать крещения, а ты не таков. Но если ты действительно тот ученик мой, то поистине благодать крещения от тебя отошла и образ христианина отнят. И так скажи, что случилось с тобою, и поведай о приключившемся с тобой искушении, и какой душепагубный яд ты принял на пути своем». «Прости меня, отче», — сказал на это инок. «Я ничего не делал». Святой же сказал «Отойди от меня подальше вместе со всеми отрекшимися от Господа. Я не хочу с тобой беседовать, ибо если бы ты был учеником моим, каким был прежде, то я видел бы тебя таким, каким ты был прежде». Тогда инок, воздыхая, стал проливать умильные слезы, говоря «Я и есть тот твой ученик, а не другой кто-нибудь, и не знаю, что я сделал дурного». Великий Паисий после этого спросил его «С кем ты беседовал на пути?» «С евреем», — ответил инок, «и ни с кем иным». Тогда святой сказал ему «Что тебе говорил еврей, и что ты отвечал ему?» Ученик святого на это сказал «Еврей ничего мне другого не говорил, как только сказал, что Христос, которому вы кланяетесь, не есть истинный Христос, что Спаситель еще только должен прийти в мир. Я же на это сказал ему «Может быть и верно то, что ты говоришь?» Тогда старец воскликнул «О, окаянный! Что может быть хуже и сквернее этого слова, которым ты отвергся Христа и Его божественного крещения? Теперь иди и оплакивай себя, как хочешь, ибо нет тебе места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа, с ними ты и примешь суд и муки». После сих слов старта ученик, воздохнув и заплакав, возвел свои очи на небо и с мольбой его запил к преподобному «Отче, помилуй меня, окаянного, и дай мир душе моей!» Лишившись по неосторожности божественного просвещения и сделавшись для лукавых бесов весельем и радованием, я не знаю, что мне теперь делать, но я прибегаю к Богу и к твоим святым молитвам. Не презри меня, окаянного, и умоли обо мне, владыку Христа, да возвратит он мне снова свое милосердие». Когда он так молился, умилостивляя старца, более слезами, нежели словами, святой умилился, смотря на него, и сказал ему, «Потерпи, чадо, нам теперь должно умолять о тебе щедроты, человека любивого Бога». Сказав это, преподобный затворился на молитву и стал просить Господа, «Да простит он грех ученику его, который согрешил перед ним по неосторожности и бесхитростному невниманию, и Господь, никогда не презирающий, навсегда исполняющий молитву угодника своего, преклонился на милость и простил согрешившего». Знамением же прощения было следующее видение. Преподобный узрел благодать Духа Святого, возвратившуюся в виде голубя к ученику тому и вошедшему в уста его, и при этом увидел и злого Духа, вышедшего из согрешившего инока, в виде темного дыма и разлившегося по воздуху. Увидев это, преподобный уверовал, что Господь даровал прощение брату тому, и, обратившись к нему, сказал, «О, чадо, воздай вместе со мною славы и благодарения Христу Богу, ибо нечистый хульный Дух вышел из тебя. Вместо же Него в тебя вошел Дух Святой, вернувший тебе благодать крещения. Итак, теперь соблюдай себя, дабы полености и неосторожности снова не впасть во вражии святи и согрешив не наследовать огня Гиенского». Таково было одно из чудес Святого Паисия. Но продолжим повествование и о других его славных деяниях. Однажды пришел ко Святому Паисию один старец по имени Иоанн. Он много лет провел в пустыне, обучаясь подвигу поста. Этот брат был весьма голоден и нуждался в пище. Преподобный, уразумев духом, что Иоанн очень голоден, сказал ученику своему, «Поскорей приготовь нам трапезу и принеси пищи, дабы нам напитаться с отцом Иоанном». Когда трапеза была приготовлена, преподобный Паисий предложил Иоанну вкусить от нее, проговорив, «По причине продолжительного воздержания тебе теперь потребна пища. Итак, вкуси и укрепись». Иоанн это сказал ему, «Прости меня, отче, ныне пост, и ради многочисленных грехов мне подобает поститься». Тогда старец, удивившись воздержанию Иоанна, тотчас же встал и возрел на небо из глубины сердца, произнес, «Господи, посети раба твоего Иоанна, подчасти силы труждающегося ради твоего имени». В то время, как Паисий молился так, по его заслугам, на том, о ком он возносил эту молитву, было неспослано от Бога великое и преславное озарение. И вот Иоанн, как бы находясь в восторге, увидел некоего прекрасного юношу, державшего в руках пищу и питье, и подававшего их ему, дабы он укрепился после своей алджбы. Придя же себя, он был преисполнен великой сладости, как бы совершенно насытившейся при богатой трапезе, и уже не нуждался в предлагаемой старцам пище, и без того насыщенной небесной снедью. Но воздав благодарение Богу и угоднику его святому Паисию, отошел в свою пустыню и еще более усилил свой подвиг поста, постоянно говоря сам себе, «Весьма сладко я поел, и так буду поститься с усердием». Так этот блаженный Иоанн, укрепляемый молитвами святого Паисия, преуспевал в постничестве. «Когда я по временам сидел у преподобного Паисия», пишет блаженный Иоанн Колов, приходили к нему некоторые иноки, желая слышать от него полезное для них души слово, и при этом часто просили его, «Поведай нам, Отче, о нашем спасении, как мы должны жить для Господа». Старый же на это говорил им, «Соблюдайте заповеди Божии и сохраняйте отеческие предания». И в другой раз иноки просили его, «Скажи нам, Отче, что-нибудь еще на пользу наших душ. Божественный же муж, видя прозорливыми очами своими помышления их, каждому сказал то, о чем он думал, и при этом поведал им, какие из помышлений их благи и каковы порочны, и отчего эти помыслы пришли к ним на сердце». Иноки эти весьма удивлялись прозорливости старца, сказали, «Мне, повествует Иоанн Колов наедине, поистине, отче Иоанн. Авва поиси открыл нам все тайны сердец наших, и то, что одному только Богу было известно, он ясно это видел в нас». Я же на это сказал им. «Много раз и мы по опыту познавали сию его прозорливость. Если вы верите мне, то скажу вам истину, ибо ничего иного не намерено об нем говорить, кроме правды. Ведь мы боимся истинного судьи, который говорит в Святом Евангелии. От слов своих человек оправдается и от слов своих осудится. И еще, за всякое праздное слово, которое скажут человеки, дадут они ответ в день судный. Итак, не ложное и не праздное слово я вам говорю. Все, что я часто про себя думал и что я тайно делал от других. Отец Паисий встречая меня, когда я к нему приходил, обо всем этом говорил мне, как будто он был в келье вместе со мной и видел все мною совершаемое. Иноки, услышав это от меня, подивились и сказали, дивен Бог во святых своих. И после этого ушли, прославляя Господа за ту его великую благодать, какая была дана рабу его святому Паисию. Скажем еще и о том, как сильны были молитвы преподобного, и как они могли отступившего от Бога великого грешника снова привести к Богу и обратить его на путь спасения. Один брат по имени Исаак, следуя влечению своего сердца, решил оставить свой пустынический подвиг безмолвия и поселиться близ города. И поселился, и так как он для продажи своего рукоделия часто входил в этот город, то весьма скоро впал и в сеть пагубную. Одна еврейка подошла к нему что-то купить из продаваемого им, он же взглянул на лицо ее и заметил красоту ее и тотчас же был охвачен нечистым помыслом к ней. Так же и женщина та, видя, что он совсем еще юноша, устремила свой взгляд на него и после происшедшей между ними беседы они воспомянились друг к другу сатанинской любовью. Таким образом вскоре при бесовском содействии инок увязнул в сети той скверной женщины и зачав болезнь родил беззаконие. Оставив иночество он женился на ней и о горе что еще того хуже он окаянно не только иночество но и веру свою оставил по любви к этой женщине. Он перешел в иудейскую веру и служа ветхозаветнему закону и жил вместе с евреями был их постоянным собеседником и хулил Христа спасителя нашего как иудеи хулят. Исаак во всем следовал воле скверной нечистой жены своей которая была объята такой злобой ко Христу и такой ненавистью к пресвятому имени его что часто положив голову окаянного своего мужа себе на грудь и открыв ему рот небольшим стучком вырывала зубы его произнося при этом да не останется между зубами какая-либо часть христианского причащения ибо ибо нечестивая жена это думала что у христиан божественное причащение долго остается между зубами и муж уступал злобе ее и поистине стал врагом Христу Господу нашему о безбожие знаю я говорит списатель что все услышавшие об этом возболят сердцем своим но я удивляюсь Божию долготерпение его великому человеколюбию и его нещетной божественной благодати кое не только любит праведных но и милосердствует и о грешных и тайных посещениях касается сердца их подобно тому как солнечный луч проходя через небольшую скважину затворенную отовсюду храмину всю ее освещает однако снова перехожу к прерванному повествованию окаянный тот инок удаляясь от иночества и христианства и не спадая через свое пагубное иноуадову после довольно продолжительного времени как впал в это свое беззаконие все-таки начал понемногу как бы приходить в себя и при угрызении совести начал познавать всю свою погибель в это время некоторым братьям той пустыни где прежде сей отпадший инок Исаак совершал свой постнический подвиг понадобилось идти по своим надобностям в город по божьему усмотрению инокам тем пришлось идти мимо того дома где он прещен и жил вместе со своей женой еврейкою увидев их мимо идущих он тотчас же почувствовал сердечное сокрушение вспомнив прежнюю свою жизнь и честный сон святых братьей выйдя к ним из дома он начал спрашивать их откуда и кто они и зачем пришли сюда они на это ответили ему мы не из Нитрийской пустыни ученики великого Паисия пришли же сюда по своим надобностям тогда он тяжело вздохнул сказал им все о себе и усердно стал умолять их дабы они передали великому старцу его просьбу да умолит он Господа о нем чтобы его молитвами избавиться ему от сети вражеской иноки болезную о нем в сердце своем обещали передать просьбу его святому старцу что действительно и сделали возвратившись домой они рассказали обо всем этом блаженному отцу старец выслушав их воздохнул из глубины сердца и сказал увы мне возлюбленные чадо как часто мужи из-за женщины лишаются божественной благодати указания на таких мужей мы имеем в святых книгах написанных древними отцами ибо для врага воздвигающего брайна людей нет более твердого орудия как женщины пользуясь этим оружием супостат легко преодолевала великих мужей вспомните великого Давида и его правнуков и внуков вот почему и нам всегда нужно быть осторожными и всегда молиться Господу чтобы избавиться от такого коварства сказав это старец затворился в своей молитвенной келье и став на молитву стал так взывать ко Господу Господи Иисусе Христе Сыне Божьей Слове не презри дело рук Твоих и не попусти тому иноку до конца быть вернув в глубину погибели но милостиво презри с небесного Твоего жилища и не презри приносимых мною Тебе молитву приими моление об отступившем от Тебя и теперь снова пришедшем в раскаяние молюсь Твоей благости призови его на покаяние после того как святой довольно долгое время так молился и непрестанно умилостивлял щедроты Божии его мольбами преклонено было милосердие Божие ибо спаситель не презирает молитв любящих его к святому старцу явился сам Господь и знающий все спросил его о ком ты вопиешь ко мне день и ночь не об том ли отвергшимся от меня и теперь перешедшим ко врагам окаянном муже который некогда был иноком а теперь стал евреем не об этом ли человеке ты молишься угодник мой Паисий старец на это ответил Господу о нем я молю твою благость человеколюбивый владыка взирая на твои щедроты призывающие всех ко спасению и не хотящий смерти грешного но ожидающий его обращения я ради этих щедрот твоих дерзнул молить о нем благоутробие твое призови добрый пастырь заблудший овча призови снова в твою ограду и будь милостив к нему на эту молитву Господь сказал ему о угодник мой благочестие твое велико ибо ты подражая моей любви заботишься о спасении грешных посему не скорби просимое дастся тебе сказав сие Господь вошел на небеса спустя немного времени злая та женщина евреянка пораженная божьим гневом умерла Исаак же снова возвратился в пустыню и представ преподобному припал к честным стопам его плача и исповедуя грехи свои своим возвращением и покаянием он доставил великую радость преподобному и всем отцам той пустыни после поучения великого отца Иноксей снова принял прежнюю веру и снова облегся в ангельский образ и подвязался он в великих трудах плача и сокрушаясь о грехах своих и так прожив все дни своих покаяний добродетельно и богоугодно он отошел ко Господу и это все грешник получил молитвами преподобного Паисия он покаялся и спасся нам же слышащим эти преславные дела подобает славить и воспевать Христа Бога который так возвеличил угодника своего среди учеников преподобного Паисия был некий старец который имел совершенно мирские обычаи и нравы и когда иноки для наставления приходили к преподобному и слушали его Бога вдохновенные слова слушал с ними старец тот но пользы от этого никакой не получал ибо не имел в себе хорошо возделанной и влажной почвы но сердце его было как камень ожесточено и потому доброе семя божественных бесед не могло в нем укорениться и прозябнуть по временам он даже поносил слова святого ибо отойдя от лица преподобного старец тот перед другими братьями иногда позволял себе и ругаться над беседами святого Паисия говоря при этом одну только растлевающую хульную ложь как и подобает людям мирским и нечестивым и некоторые иноки соблазнялись хулениями слышанными от него по прошествии довольно продолжительного времени братья не желая более слушать развращающих слов его но и не смея сами поведать о том святому отцу отправились к некоему боголюбивому и добродетельному подвижнику жалуясь на того злонравного старца тогда подвижник этот отправился вместе с ними к великому Паисию в то время когда святой наедине упражнялся в богомыслии послышался ангельский голос да известно тебе будет отец что старец тот который находится между твоими учениками вместе производит и совращает других братьев и так нужно пресечь бесчинные его обычаи и исправить его при помощи заповедей на этот голос святой Паисий ответил давно бы делал это если бы знал что могу исправить его но так как дьявол готов погубить его и являясь заманивать его своим коварством в свою сеть то поэтому я не могу сказать ему что-либо жестокого дабы он не принял слово мое с горечью и не счел бы его для себя обидным ведь в этом случае он может выйти из среды братья из пустыни и снова пойти в мир тогда я окажусь виновником его погибели и буду и буду и буду повинен перед богом так как не мог потерпеть брата обуреваемого врагом нужно же молиться о нем да исцелить его господь от такого недуга сказав это он начал молиться о старце том и тотчас же увидел хульного и бесстыдного духа исходящего из старца потом с тем боголюбивым подвижником пришли братья к отцу но прежде чем стали рассказывать обещанным старце пришел и он вслед им и прибав к ногам святого отца стал слезами омывать их каясь и прося прощения и обещая исправить свою жизнь после этого он стал кротким и послушливым он с радостью слушал боговдохновенные беседы исходящие из уст преподобного отца и всячески старался исполнить на деле то что воспринимал им из его поучений и вскоре он многих превзошел в добродетель и стал опытным отшельником и все это при помощи по молитвам святого Паисия и спросившего ему у бога великую милость но об этом довольна нельзя же обойти молчанием и другие преславные дела святого Паисия поэтому оставив слово об этих его многочисленных чудесах ибо невозможно подробно описать все эти чудесные деяния и так сказав об них уже немало обо всем остальных умолчим однажды в пустыню к святому Паисию пришли два юных брата и по повелению преподобного стали жить вместе с теми братьями которые уже находились в его монастыре сам же Паисий вместе с учеником своим жил отдельно в пустыне далеко от монастыря своего долгое время те два брата несли подвиг послушания наконец придя к старцу они стали просить его чтобы он позволил жить им в пустыне наедине отшельнически преподобный видя их пламенное стремление к подвигу постничество и уразумев что они способны к особенному пустынному безмолвию исполнил их желание и благословил их переселиться из монастыря в пустыническое отшельничество и эти два брата найдя себе в пустыне удобное для подвига безмолвия место поселились там и богоугодно проводили жизнь искусно побеждая все искушения злых духов невидимый же враг завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов христовых различные и многообразные ухищрения простер свое коварство и носих двух иноков и задумал так их обольстить у одного из пустынных отшельников который еще не был совершен в иноческом нестижании украдено было его убогое келейное имение отшельник этот еще будучи малодушным и потому жалея украденные вещи стал искать укравшего но не нашел его услышав же об одном прозорливом старца и надеясь что тот поможет открыть ему и украденное и укравшего он отправился к нему преподобному поисию он не посмел идти боясь как бы тот не стал укорять его в любостяжании придя к тому прозорлицу инок стал просить его чтобы он сказал ему где находится украденное и кто именно украл но старец не будучи на самом деле просвещен благодатью божией в прозорливстве но проведя все силой бесовскую по научению злого беса оговорил тех двух иноков которые недавно поселились в пустыне вот эти иноки сказал прозорливый совершили по кражу взяв этих безмолвников не отпускай их пока они не отдадут тебе всего услышав это отшельник тотчас же с поспешностью отправился в лавру той пустыни придя к игумену и выпросив у него сильную стражу он пошел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков он схватил их как злодеев и с побоями влача их привел в лавру здесь они с бесчестием заключены были в темницу игумен же вместе со старцами поверив тому прозорлив осудил тех иноков как воров к лишению иноческого чина и стал пытать их побоями об украденных вещах преподобный же поисий прозорливо узнав о благодати божией обо всем совершившемся и жалея тех двух братьев которые в это время не повинно так страдали восстав отправился из келии своей в ту лавру об его приходе повсюду тотчас же было известно так как среди пустыножителей не было имени более славного как имя поисия который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей и отшельнических келей сошлись к нему даже и старцы пришел между прочим и тот старец который по бесовскому обольщению выдавал себя за прозорливца и когда все отцы и братья воздавали святое любезное о Христе целование великий отец наш поисий спросил их куда вы удалили двух юных иноков пустыножителей братья молчали потом некоторые из них отвечая сказали отче они воры а за дурные дела свои теперь затворены в темнице святый на это сказал им кто сказал про них что они воры тогда братья указы на прозорливого старца отвечали вот этот прозорливый отец указал на них как на воров тогда великий поисий вопросил того старца правда ли то что ты сказал про их про них он же ответил сказанное мною истина это открыто мне было от бога после этого святой поисий сказал если бы это твое прозорливство было от бога а не от бесовского прельщения то на твоих устах не было бы видно дьявола слушая это все были объяты страхом ибо всем ясно было что слова исходящие из поисей истины и все стали укорять обольщенного того прозорливца и побуждали его просить прощения у преподобного и он объятый стыдом припал к честным ногам святого произнося отец прости меня и помолись обо мне прельщенном и лишь только святой сотворил молитву за него как на глазах у всех из уст прельщенного вышел тщеславный и лживый бес и превратившись в большого дикого вепря с великой яростью устремился на преподобного желая как бы растерзать его зубами своими но блаженный отец закляв нечистого духа послал его в пропасть а старец тот который прежде был обольщен дьяволом ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прельщения исполнившись великого ужаса и трепета он пал на землю валяясь у ног поисей со слезами молил получить от него совершенное прощение так же и прочие братья которые предавшись обольщению оскорбили неповинных все они припавших к святому просили у него прощения и вывели из затвора тех двух юных иноков и все смотря на них с умилением плакали а обидевшие их просили у них молитву преподобный же поисей поучал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прельщений и не верить лжепророчеству тех которые стараются казаться святыми и прозорливыми а лаврскому игумену наедине он указал где положено украденные вещи об украдших же ничего не сказал потом преподав всем прощение и сотворив за всех молитву он возвратился в свою келью в те же времена и в тех же египетских пустынях просиял в подвигах постничества другой угодник божий преподобный павел по молитвам которого господь тоже проявлял великую милость людям преподобный поисей пожелал однажды посетить его отправился к нему и сошлись они как два ангела божия и как два воина христова сильно побарающие невидимых врагов и друг другу в том помогающие и были они оба как какая-либо твердыня непреоборимая никаким вражьим лукавством и беседовали оди они друг с другом словами исполненными духа святого вместе наслаждались и сладким плодом молчания в старости своей они ежедневно изобретали чисто юношеские подвиги начиная каждый раз как бы сизного подвязаться и как бы решив вести еще более совершенную жизнь великий паисий был старше летами павла блаженный же павел по виду своему был сановит но душой и добр и сказал преподобный паисий пока мы в жизни сей господь не хочет чтобы тело наше ослабло и разленилось и будет стрит нам и срам если во время кончины нашей мы обрящимся в лености когда преподобный паисий сказал это блаженный павел выслушав отвечал о пастырь начальник вот я уже следую твоему похвальному и доброму совету не допускать себя до лености и уповая на бога что святыми твоими молитвами он поможет мне провести жизнь согласно твоей воле прожив вместе довольно долгое время и наставив друг друга поучениями преподобный паисий блаженный павел после любезного о господи целования разлучились телом но не духом преподобный павел остался на прежнем месте а святой паисий возвратился в свою келью оба эти святые отцы были чудотворцами целителями страстей опытными руководителями в деле спасения душ а всех молитвенниками ходатаями о спасении каждого и наставниками мужи сильные делом и словом служа при этом добрым примером для всякого человека ибо иноческие труды священного Павла весьма ублажались а многочисленные и вышеестественные постические подвиги блаженного Паисия совершаемые им в тайне хотя и не все только некоторые из них всем почти были известны и известны были именно для того чтобы можно было слушающих об этих подвигах побудить к благодарению всесильного Бога а подвязающихся воспламенить к еще большему усердию ведь ни одно человеческое слово не может достаточно передать всю высоту его духовной жизни ибо он много служил Господу в тайне и не любил чтобы его добрые дела были известны другим и это конечно по его великому смирению и когда его кто-нибудь из братьев спрашивал какая из добродетелей есть наивысшая он отвечал та которая совершается в тайне и об которой никто не знает так же высоко он чтил и следующий добродетель поступать во всем по воле других но не по своей во всей своей добродетельной жизни преподобный определял и это свято соблюдал каждому делу подобающее ему время у него было время молчать время говорить время уединиться и затвориться в своей келье время выйти к братьям и беседовать с ними о душеполезном и так в безмолвии преподобный путем богомысленного восхождения приближался Богу в общении же с братьями искал спасение ближнего и всего дивнее было то что он мудро умел скрывать добродетели свои дабы жизнь его была известна не всем находящимся в общении с ним когда же братья начинали прославлять его за какое нибудь дело он оставлял это дело и начинал совершать другой подвиг дабы все скорее забыли о первом его делании когда же я говорит списатель жития преподобного поисия спрашивал его зачем ты так поступаешь он с радостью отвечал мне для того чтобы прежний подвиг мой остался неповрежденным ибо великая беда добавлял он при этом человеческая похвала и кто ради нее трудится тот мало получает для себя пользы из таких людей мало кто спасается так как суетная слава человеческая много им вредит и истина было сказано нашим владыкою да не знает левая рука что творит правая воспоминув эти слова из поучения преподобного продолжает я я прихожу к концу своего повествования достигнув глубокой старости великий по своей жизни просвещенный добродетелями преподобный отец наш поисий восприял конец здешних трудов и господь призвал его к вечному покою и к небесному блаженству тело его с честью было погребено множеством иночествующих душа же его возлетела к небесной и бессмертной жизни немного спустя и блаженный павел в своей отдаленнейшей пустыне отошел от здешнего жития перейдя к жизни нестареющейся он вместе со святым поисием водворился во светлостях святых дабы как в иноческих подвигах они подвязались вместе так и блаженные души их вместе бы наслаждались и нескончаемым упокоением честные тела их недолго почивали отдельно друг от друга по смотрению божьей скорой они должны были вместе положены и вот каким образом это произошло преподобный отец наш Исидорф постившийся в своей обители что на горе Пелусийской услышал о представлении великого поисия сел на корабль и доехал до того места где погребено было святое тело преподобного отца с честью и благоговением взяв его из земли и обив его погребальными пеленами он вложил его в ковчег желая обогатить им обитель свою как некоторым великим сокровищем несравнимым ни с каким богатством и внеш этот ковчег на корабль свой отправился в путь с великой радостью воспевая и хваля Господа когда же он плыл недалеко от той пустыни где почивало честное тело преподобного Паула вдруг корабль как бы задерживаемый какой-то чудесной силой остановился и повернулся к той стороне где находилась пустыня святого Павла корабельщики долго трудились стараясь отплыть с этого места но ничего не могли сделать они пробыли в таком труде два дня и не зная как им тронуться в путь были в большем недоумении преподобный же Исидору разумев что это остановка корабля есть действия промысла Божия повелел корабельщикам чтобы они оставили корабль плыть куда он хочет и корабль водимый невидимой рукой поплыл к тому пустынному берегу где находилось тело святого Павла и остановился на мели в то время как все бывшие на корабле скорбели об этом и недоумевали на берег тот из пустыни пришел некий старец по имени Иеремия обращаясь к находившимся на корабле он сказал о возлюбленные о возлюбленные зачем сверх силы вы трудитесь разве вы не видите что преподобный Паисий призывает любимца своего преподобного Павла он хочет вместе с ним быть перенесенным в вашу страну и на одном месте быть положенным и так поспешите подойти чтобы взять тело его услышав это преподобный Исидор и все бывшие с ним исполнились великой радости и высадившись на берег спросили того честного отца Иеремию где положено тело святого Павла тогда он повел их в далекую пустыню и показал гроб преподобного Павла взяв оттуда честные мощи его несравнимые по ценности с золотом и дорогими камнями они понесли их к мощам святого Паисия и лишь только вошли на корабль он тотчас же сам двинулся со своего места и о чудо поплыл с великой скоростью по надлежащему пути и немедленно же достиг той пристани что находилась в Пелусии тогда преподобный Исидор вынес на сушу честные мощи обоих святых отцов и Паисия и Павла отнес их с пением псалмов и духовных песней в обитель свою и положил в созданной им церкви и творили здесь преславные чудеса обуреваемые нечистыми духами одержимые иными какими-либо болезнями лишь только прикасались к честным ковчегам их как тотчас же получали исцеление нечистые духи прогонялись и всякий недуг немедленно вращивался по молитвам сих великих угодников божиих сие я Иоанн по прозванию Колов написал на пользу читающим и слушающим во славу Отца и Сына и Святого Духа единого в Троице Бога ему же подобает всякая слава честь и поклонение ныне и пресно и во веки веков аминь Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала